И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Олег Аллат-Гудвин. Мы начинаем тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас основные принципы, как подготовиться, подготовка такая. Соответственно, должен быть стол достаточно высокого уровня. Стол выбирается очень просто. Либо он должен быть по высоте прямой руки нашей, либо по кулак. У меня, на самом деле, немножко высокий стол. По идее, вот такой должен быть. Но для чего он сделан чуть пониже? Потому что у нас мануальные техники. Нам надо будет сверху всем телом нажимать на человека. Поэтому нам удобнее будет чуть ниже стол делать. Если он для вас низкий, ну где-то вы там работаете, например, не на своем столе, то в принципе меняется стойка. И за счет стойки вы можете легко работать с человеком и обходить вокруг него. Следующий принцип. Это то, что мы работаем с одной стороны человека. Поэтому мы кладем по площади. Сначала одна половина у нас будет сегмент ягодиц до плеча. Потом другая сторона. Поэтому мы его разворачиваем таким способом, чтобы вот эта рука была опущена либо так, либо вот так вот. Эта рука поднята вот сюда, просто свободно лежала. А голова развернута в нашу сторону, в нашу камню. Так клиентам сразу вы говорите, голову в мою сторону. Вы развернули, положили сюда. Почему? Потому что тут нам надо открыть шею. Вот мы будем с ней работать. Расслабить эту сторону рабочую. А этот локоть нам не должен мешать, чтобы мы в его постоянно не убились. Он должен быть свободный. Во многих техниках, а техники такие, я вам скажу, энергичные, энергетические, раскачивается стол. Поэтому стол не качаем, придерживаем его бедрами. Поэтому стоим близко к столу. Придерживаем бедрами и работаем всем корпусом. Работа идет всеми частями. От пальцев, ладони, со всех сторон бока. Косточки вот эти, вот эти, вот эти. Идут в работу у нас, да? Вот эти вот косточки, вот эти вот косточки. И вплоть до локтя. Далее, смотрите, человека я пока специально не накрываю. Мы поднимаем человеку ступни вверх. Для этого используются подушки. Ну, обычно продаются подушки вот такие. У них диаметр-то, в принципе, небольшой. Сколько я их не искал, чего-то я не могу найти большую подушку. Да и по длине, собственно говоря. Это вот максимально 12-75 сантиметров у подушки. Нам надо немножко длиннее подушку. И, кроме того, то, что продается, она продавливается практически до стола. Если у кого-то ноги тяжелые, да, он просто продавит. И смысла у него нет никакого. Поэтому пришлось немножко изобретать. Ну, там на работе у меня сшитая подушка из поролона. Эта подушка надувная. Доказал из Китая. У нас такие не продаются. Причем нашел ее вообще совершенно случайно на порно-сайте. Потому что в обычных магазинах этого нет. Как она там используется, я не знаю для чего. А вот подушка, ну, она, видите, диаметр побольше и подлиннее. А вот подушка самодельная. То есть я поролон купил, согнул его подковой и дерматином, соответственно, сам сделал. Она удобно встает вот в такую высоту и вот в такую высоту. Подставляем подушку. Возьмите чуть вперед, как говори. Как говори, как говори. Еще, 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 еще. Вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. И смотрите. Вот она должна быть достаточно широкая, да, потому что иной раз мы работаем... Сам расслабься. Работаем, чтобы ноги были достаточно широко разведены. Там есть разные приемы. Такие вот такие, да, чтобы нога не спадала с подушки. Поэтому она должна быть шире стола. Высота должна быть такой, чтобы пятка была выше грудной клетки, выше сердца, да. Ну, в данном случае, мужчина худой, да. Бывают такие, у кого грудная клетка массивная. Там, ну, знаете, девушка приходит, у нее от стола вот сантиметров десять. Худенькая, все тело, да. А мужчина, наверное, приходит, у нее от стола сантиметров пятьдесят. Вот столько. Поэтому, я говорю, стол пониже, чтобы на них нужно было еще напрыгнуть, на этих мужчин. Вот такой высоты бывает. Представляете? И это важно, для чего поднимаем ноги. Потому что про лимфу у нас никто в стране не говорит. Ни один врач вам про лимфу ничего не будет рассказывать. Раньше была такая специальность лимфолог. Но у нас специальности сократили в стране, да. И до лимфолога мы доходим только тогда, когда у нас какая-то стадия там рака образуется. Поэтому про лимфу никто не думает и чего-то про нее даже никто и не рассказывает. На самом деле это очень, очень важная у нас система. Но я про лимфу потом отдельно еще расскажу. Система очищения нашего организма. Канализация нашего организма, да. И она течет только снизу вверх. От пальчиков ног, да. И выше, 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 выше. А мы все время ходим, мы все время сидим. Все время вертикальная, да. И поэтому помимо декомпрессии у нас застои и лимфостазы всякие бывают в ногах. Тем более, как продвигается лимфа. Если кровь в тень человека качает сердце, то лимфу качает только массажист. Есть такое выражение, и оно на самом деле правдивое. В жизни лимфа прокачивается за счет того, что сократительная деятельность мышц. Она потихонечку сокращается и тянет ее вверх. Она идет очень медленно, сантиметр-два сантиметра от силы в минуту. Старается очень медленно, ну, один сантиметр примерно. Но проблема в том, что если люди, например, много бегают, много на работе, стоят, ходят там, да, то наоборот, это застой. Потому что мышцы сковываются, ну, как говорится, забитые мышцы, да, говорят. Поэтому проходимость меньше, да. Либо другая проблема, наоборот, постоянно лежит, либо сидит там за компьютером. Бездействие. Да, бездействие. Тут тоже опять застой. То есть надо искать такую золотую середину. Определенный уровень подвижности в день и чередовать с отдыхом. Десять тысяч шагов. А, да, да. Вы слышали? Десять тысяч шагов, да. Почему для мужчин говорят именно? Для всех. Да, десять тысяч шагов минимум в день надо проходить, чтобы быть здоровым. Вот. И, да, и поэтому, ну, как рекомендация, хотя бы вечером, особенно те, кто на ногах работает, вечером приходите, кладите ноги на диван повыше их минут 15-20. А поскольку этого никто не делает, то хотя бы человек к вам пришел, то на полчаса на массаж, ну, хотя бы тут вы ему положите повыше ноги, да, и спасите его. Тем более, если будет массаж ног, то обязательно он включает у нас лимфодренажные техники. Это вторая причина, почему это полезно. То есть лимфодренажные техники удобно делать вот так вот, когда нога поднята. И дополнительно это все еще дополнительно прокачиваем снизу и вверх опять. Ну, про лимфу скажу такую историю реальную. Когда появились конвейерные производства в начале девятисотых годов, ну, Генрих Форд придумал, да, вот эти все заводы, люди стали стоять, не знаю, поскольку часов они там работали, но стоят на ногах, и многие стали жаловаться, вены сдуваются там, да, варикозы, да. И в Америке собрались симпозиумы врачей и начали думать, а как же помочь, не отправишь же всех в отпуск, да, давайте какие-то рекомендации поднимать ноги, вверх, но тоже, ну, это, ну, пока убедишь человека, что-то нужно, не каждый в это поверит, да, и они решили сделать ход конем. Они придумали персонажа, ковбоя, тогда вестерны были очень популярны, которые ноги в сапогах кладут прямо на стол. Ну, на самом деле в жизни никакие ковбои не клали ноги на стол, потому что это же, ну, конюхи по-нашему, да, коров пасут, да, прилично, там грязь возится и дух ноги на стол. А потом уже стали фильмы появляться, где бизнесмены ноги на стол кладут в туфлях, да, и так далее. И, как бы, это, да, это, как бы, вот такая манерность, она завелась в Америке, да, и реально помогла людям решить проблему вот этих вен раздутых. Третье – это то, когда мы работаем с ногами, ну, третья причина – подушки, да, то, если человек лежит просто на столе, особенно столы бывают ещё и жёсткие, да, иногда мы работаем с таким условием, что на кухонном столе кому-то что-то делаем, то, соответственно, играются чашечки колен, да, но человеку просто больно, во-первых, да, а, во-вторых, неудобно, он начинает заворачивать ногу либо вот так, либо вот так выкладывает, нам уже, чтобы она ровно лежала вдоль оси позвоночника, и, соответственно, и нам удобнее, да, ему ничего не больно, потому что лежит на бедре. И четвёртый пунктик, почему нам нужна подушка, потому что человек всё время ходит, а я вам уже говорил, даже когда в постойке смирно мы не стоим, мы всё время поздравливаем себя, да, и вот большие пальцы, они отвечают за настройку и вертикализацию всего организма, представляете, аж до макушки чувствуют большие пальцы, то есть они постоянно что-то там делают, и, соответственно, они постоянно контролируют нашу вертикаль, и вот ощущение пространства. И только когда они опущены вниз, получается, да, для них это не превышенное состояние, они сразу дают мозгу приказ, чтобы расслабиться. Всё, мы расслабляемся. То есть это дополнительный приказ для расслабления. Следующая часть – это наши простыни. Ну, простыни можно использовать любые, там, домашние, можно одноразовые использовать. Вот там они лежат потом покажу. Ну, кстати, одноразовый простынь. Продаются в аптеках можно купить? Да, они в жилонах продаются и пачками, и там… И голубые, и зелёные всякие. Она вот тоненькая, она, кстати, очень хорошо и… Но непромокаемая. Она и для хиджана подходит, и просто человек накрытся. Даже если мы её такой накрываем в морозные дни, то, как ни странно, через неё тепло сохраняется. Вот. А вообще я простыни обычно подогреваю на батарее. На этом батарее есть либо колорифер, либо такие комфорты продаются специально для массажистов. Подогревать. Да. Ну, комфортный, там, для камней, для стомотерапии, например. Да? Либо можно использовать для подогрева простыни. Это вам дополнительный плюсик. Потому что, когда я горячую простынь беру, кладу на человека, он сразу… О-о-о, кайф, тепло, да, сразу заслабление. Сразу он вам, в лояльность вашу, в смысле, его лояльность к вам уже такой небольшой плюсик. Да? А вы ещё проговариваете. А это у меня просто специальное для… ВИП-пределошенных гостей, только для тебя персонально. О-о-о, ещё вопрос. Утикать надо. Да? И вот вы его согрели, промяли основные места. Самые мощные, да? С этой простыней. Накрыли пятки, под носки подогнули её вот оттуда. И, соответственно, вот человек согреться лежит. То есть, надо согреть ноги, потому что мы будем работать со спиной. Далее, просто научитесь раскрывать достаточно быстро. Вот, если она… Ну, бывают просто ещё такие, знаете, на резинках, на стол… Вот, ну, я люблю такие вот использовать. Белые. То есть, мы их раскрываем, вот они когда сложенные, даже без утюга, видите, там есть складки. Видно, да? То есть, во-первых, обратные можно сложить легко, без утюга. И также мы их и раскладываем. Ставим, соответственно, в длину, одним движением раз, и сразу человек на крылья. Если нам нужно работать с какой-то частью спереди, либо сзади, да, то, опять же, берём за эти складочки. Вот они видны где, да? Две стороны. Сейчас нам длина разложена. Длина разворачиваем. Вот так. То есть, она пополам сложена, она теперь уже в эту сторону. Ну, также можете потренироваться, да, чтобы у вас филиграммно это получалось. Когда человек это видит, как вы раскладываете простынь, он такой, вау, круто! Как бы фокусненько, да? Легким движением руки раз, развернули, взмахнули, и после этого накрыли. Вот тренируйтесь обязательно. Это, вроде, еще один гусик. Дзинь! Наша копилочка. Раз, и накрыли. Соответственно, подогнули ноги здесь. Если человек приходит в одежде, да, ну, я работал в бане, там, все голые изначально. А если в одежде, да, то мы бережем его одежду, оголяем чуть-чуть ягодицы, и подтыкаем их простынью. Чтобы не пачкать масло. Да, чтобы его не пачкаться. Себя того можете пачкать, а его нельзя. Вот. И, как я говорил, рабочая зона у нас сейчас будет от ягодиц до плеча. Мы работаем с маслом, поэтому наносим масло сразу на ладонь. Масло желательно тоже подогревать. Про масло, если нужно будет отдельная лекция, там есть ароматерапия, там, какие масла выбирать. Ну, самое простое, это оливковое масло лучше использовать. Иногда можно смешивать с любым растительным маслом. Главное, чтобы было без запаха, да. Чуть-чуть капельку ароматических масел можно добавить, да. Почему оливковое? Потому что оно самое чистое, не засоряет повара человека. Чтобы не было аллергии. Да, да, и чтобы не было аллергии. Вот, масло не льем на человека сразу, особенно если холодное, да. Это будет неприятно. Да, на руки, можно разогреть его на руках, его растереть дополнительно. И потихонечку начинаем разглаживающим движением. То есть, мы его гладим и размазываем масло. Это вот самое первое наше вхождение в человека, да. И пока вот я вам рассказывал, я вот обычно еще держу руку в начале человека, да. То есть, смотрите, теплое масло, это вот уже еще один плюсик вам дзинь. И вот договариваюсь с человеком о его проблемах. Ну, например, в первый раз он пришел, да. Что будем лечить, что беспокоит, там, да. Он уже, что сказать, там повесло. У меня беспокоилась сторона поясницы, с линии стороны его действуют. Да. Сейчас мы проверим. Тут же какие-то швы у вас что-ли есть. Швы какие-то есть тут. Вот, а раскачиваю я для чего? Это успокаивание подсознания Я. То есть, человек может к вам быть лояльным, добрым. Он пришел за помощью, естественно, да. Но подсознание-то этого не понимает. Наше вторжение он может восприметь, как инородное проникновение объекта какого-то в тело. Поэтому вот мы расслабляемся, да. Тазовая область. Это уже пошел джелакс. И дальше продолжаем уже в ходе тела человека. Пошли у нас разтирающие техники. Поскольку мы занимаемся с локцевой техникой, да. То заранее еще и смазываем свои локти. И вот я сразу растяню, я еще не тру, я только просто масло растягиваю, размазываю. Сколько нужно брать масла? Никто не знает. Это, честно говоря, от вашего опыта зависит, да. У кого-то оно быстрее впитывается, у кого-то меньше впитывается. У кого-то там, в основном, покров больше, да, и оно там побольше масла надо. У кого-то, наоборот, поменьше. Кто-то любит, наоборот, чтобы кожа была по суше, по сухой коже практически водить, да. Смотрите собственного опыта. Если масла не хватает, то я обычно делаю что? Вот перед этим скажу, что, видите, я руками отрываю тело человека, когда рассказываю. И это еще один плюсик ваших копилок. Если вы уже договорились с подсознанием человека, то желательно не отходить лично от стола, чтобы масло у вас настояло где-нибудь там на другой полке, там, да, на другом угле, комнаты. Если вы обходите человека, то хотя бы что-то делайте, массирующее. Да, да, чтобы хотя бы там поделать, чтобы контакт сохранялся, да. Чтобы контакт постоянно сохранялся. Ну, если что, то масло, в принципе, должно быть рядом. Или такие, знаете, как у парикмахеров, которые продаются у людьми, которые вставляются в кокончики с маслом. А чтобы его было достаточно, ну, например, вам заранее, да, вот еще лайфхак. Один ловите, можно на тыльную поверхность руки его немножко оставить. Вот на будущем. Мы-то работаем по этой стороне руки, да. Ну, вот вам на примере вот где-то не хватило, да. Вы его взяли, так раз, смазали его. Домазали. Да, не домазали до конца, да. Вот бокс забыли промазать, да, раз так, хоп, промазали. И продолжаем тут работать. Вот такие лайфхаки я вам рассказал. Дамы и господа, дальше мы переходим к растирающим техникам. Это будет следующий видеоролик. А сейчас не теряйтесь, записывайтесь к нам на тренинг. Приходите на живое обучение, чтобы уйти отсюда дипломированными специалистами. С вами был Олег Калакудлин. Продолжение следует.